Всем привет! Днепр на связи, 23 июня, 8.57. Ну что, друзья, ночь прошла, принесла она нам очередные ракеты, один сигнал воздушной тревоги, который начался в 4.40, собственно, из-за того, что эти ракеты были пущены. Ну, давайте обо всем по порядку. Глава областной военной администрации Сергей Лысак рассказал нам о том, что вчера поздно вечером был нанесен удар по Никополю с тяжелой артиллерии, была нанесена очередная атака уже утром, были применены дроны Камикадзе. Случились перелеты по инфраструктуре города, повреждено два грузовых и два легковых автомобиля, обошлось без погибших и пострадавших на остальной части нашей области, все было тихо, без ударов. А вот, собственно, ракеты были запущены в 4.40, а именно, калибры. Два калибра полетело в Киевскую область и один в сторону западной части нашей страны. По информации от Евлаша, было сбито два из трех калибров. После сбития можно было наблюдать задымление. Ракеты были выпущены с акватории Азовского моря. Вот такие дела. При этом в сети МЧС распространяет видео и фотоматериалы с последствиями, собственно, этой атаки. При этом там видно, что разрушены частные жилые дома. Указывают, что в Киевской области повреждены 6 многоэтажек, более 20 частных домов, АЗС, аптеки, предприятия, админздания и 3 автомобиля. Скорее всего, получается, что это после сбития ракет падали обломки, так как, опять же, Евлаш указал, что было сбито 2 из 3 ракет в Киевской области. Такие дела, друзья. После работы ПВО достаточно серьезное разрушение. То, что я часто вам говорю, не оставайтесь на каком-то открытом пространстве, не снимайте еще что-то. Потому что даже в случае успешной работы ПВО, все летит и падает на голову вокруг, достаточно на серьезное расстояние. Ну, вот так. Такие дела на данный момент. Так у нас прошла ночь. Ну, и, конечно же, вчера еще, друзья, была жуткая авария. Просто кошмарная ситуация. В районе речного порта нашего города разбился насмерть мотоциклист. 36-летний водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и вылетел за границы проезжей части, перевернулся. Травмы были получены, которые просто несовместимы с жизнью. Он погиб на месте. Также в аварии пострадала 30-летняя пассажирка мотоцикла. Ее с тяжелыми травмами забрали в больницу. Не гоняйте, пацаны. Вы матерям еще нужны. Что-то вот вспоминается такая тема. Всем спасибо, друзья. Берегите себя. И до нового выхода на связь. Ну, а я сейчас позавтракаю. Если все по плану, друзья, у нас будет стрим с барахолки. Поэтому заходите, кому интересно. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok